Сегодня я хотел поговорить про адресацию ФСИ, но прежде чем поговорить про нее, помните, у меня на прошлой лекции не получилось вызвать компоновщик руками. То есть вот если я говорю что-то типа, сейчас покажу, ну какую-нибудь простейшую программу. Вот если у меня есть такая программа, я ей говорю cc.c, и она безошибочно компилируется, получается файл a.out, который, собственно, работает так, как работает, все хорошо. Но я уже говорил, что вызов компилятора cc, по крайней мере в гнусе компайлер, это устроено именно так. Это вызов по меньшей мере пяти различных бинарников. Сначала при процессе, это аналогично вызову cc-e, помните, он выдает такое огромное полотенце всего того, что мы наинклюзили. Затем транслятора из языка c в ассемблер, затем ассемблеры, которые транслируют из ассемблеров так называемый объектный файл. Объектный файл, напоминаю, содержит уже готовые машинные коды, но только той программу, которую мы написали. Все остальное пока в нее не включено. И, наконец, последняя стадия, это компоновщик, который берет объектный файл и еще какие-то другие объектные файлы, и, возможно, в библиотеке, сваливает это все в одну кучу, получает исполняемый файл. Причем этот исполняемый файл, он специального формата, предназначенный для загрузки в память данной операционной системы. И в разных операционных системах эти форматы разные. И только тогда у нас получается программа. То есть, помимо того, что язык программирования c нам предлагает лучший синтаксис, он нам предлагает гораздо более длинную цепочку подготовки бинарников. Зато эти бинарники отлично работают в операционной системе. Так вот, если вы помните, все у меня получилось. У меня получилось сделать вот так вот. То есть, запустить транслятор до ассемблера, и получился файл, который называется o.s. Вот он. У меня, может быть, я показывал, а может быть, нет. Получилось сделать вот так вот. Вот, o.s минус o, o.o. Нет, значит, надо ему что-то сказать. Сейчас подумаю, вспомню, что. Ему надо указать архитектуру. Потому что по умолчанию он считает, что это самая базовая архитектура MIPS без арифметического сопроцессора. Вот. А тут, говорят, есть какой-то арифметический сопроцессор. Ну, сейчас попробуем. Минус, сейчас подгляжу, извините, в шпаргалке. Потому что я наизусть все эти архитектуры не помню. Их у MIPS штук, наверное, 30 разных. А вот. Сейчас покажу. Сейчас найдем. Вот. Это наш кэш. Вот. Да, архитектура MIPS 32 R2. Мог бы и сам догадаться. Самая популярная в современности. Вот такой вот ключик скажет нашему ассемблеру, чтобы он собирал файлы именно вот. Именно вида MIPS 32 R2. При этом мы можем даже ему сказать... Его дезассемблировать, этот объектник. Вот. Ну, вот там будет какой-то код на ассемблере. Видите? Он немножко более хитрый, потому что он слегка оптимизированный. Но, тем не менее... Тем не менее... Что-то такое... О, какая интересная инструкция. Даже не знаю, что это такое. Shift, left. А, почему не знаю? Знаю. Set less than. И у. Понятно. Ну, короче, бог с ним. Вот. Главное, что мы можем скомпилировать до объектного файла. И этот объектный файл, он очень маленький. Вот он. Видите? У него всего лишь 1432 байта. Вот. Это фактически код, который мы написали. И, конечно же, такую программу запустить еще нельзя. А вот дальше начинается волшебство темное, с которым я совершенно справедливо не справился на прошлой лекции, потому что это было невозможно сделать в онлайне. Потому что дальше начинается необходимость скомпоновать вот этот код, который мы только что написали. А. Со всеми функциями, которые мы вызываем оттуда. Б. С исполняющей системой C. В. С некоторыми компонентами, исполняющейся системой C, относящейся к тому, как именно мы собираемся запускать этот файл. Потому что, помните, возможность есть собрать статический бинарник или динамический. Статический бинарник содержит в себе весь код, который нам нужен. Это фактически большой файл, в котором все функции, в частности, там, принт, например, все функции, которые мы используем, засунуты в этот бинарник. Динамически устроен таким образом, что все функции, которые мы используем, остаются в библиотеках и компонуются в результате наш бинарник только при загрузке в память. Так вот, я тут немножко пошаманил и решил вам рассказать про один такой инструмент, с которым мы еще раз и несколько раз, я думаю, столкнемся в нашей жизни. По крайней мере, вот в этой теме. Который предназначен для трассировки системных вызовов. Помните, что такое системный вызов? Собственно, системный вызов это та штука, которую нам операционная система гарантирует, как это сказать, выполнить сама. В случае Марса, например, у нас системным вызовом являлся вот вывод. Да, мы часто пользуемся вот выводом. Мы не успели дойти до системного вызова, скажем, выделения памяти, но зато успели дойти до системного вызова останов программ. Кажется, да, там еще было случайное число, ну, короче, такое. Программа называется S-Trace, и по умолчанию она выведет нам все системные вызовы, которые вызывала наша программа. Вот если мы скажем вот так вот, S-Trace A.out, то по всей видимости, как минимум, будет вывезен тот системный вызов, в который превратится функция printf. Да, напоминаю, что наша программочка была совсем короткая. Где она тут? Вот она. В ней есть только printf. Ну, давайте посмотрим, что получится, если мы это построим. Что? А, ну да, естественно. Мы должны указать путь. Вот. Оказывается, нет. Как видите, запуск одной единственной программы с простейшим, с простейшим printf приводит к довольно большой, большой пачке системных вызовов. Вот. Во-первых, собственно, нам застрейсился сам ее запуск. Видите? Системный вызов в exeq.v, это значит запустить процесс. Вот. Файл A.out. У него параметр, собственно, сам файл. Файл, а дальше еще 36 переменных окружения, которые с ним передаются. Вот. Что при этом происходит? Мы нашли какой-то файл в каталоге etc. Скорее всего, это настройки чего-то. И, судя по названию, это настройки той самой части, того самого компонента операционной системы, который будет загружать бинарник. Он называется LDSO. Вот мы посмотрели туда. Этих настройок, кстати, нет. То есть все будет по умолчанию. Видите? Но yend. Файл не открылся. Системный вызов access проверяет, имеется ли доступ к нужному файлу. Если имеется, то какой ответ. Никакого, потому что файла нет. Хорошо. Тогда давайте мы откроем open, точнее open.ed, но это не важно. Откроем, собственно, готовый список еще каких-то настроек. Тут прилод, а тут кэш. Открылся. Fstat. Посмотрим. Обратите внимание. Мы открыли файл. Дескриптор номер 3. Помните, дескриптор номер 0, номер 1 и номер 2 всегда уже открыты. Это стандартный ввод, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. Так что, если мы откроем очередной файл, то его дескриптор будет иметь номер 3. Я вот это говорю. А вы вообще это все проходили? Или про все это все надо было рассказать сначала? Лучше рассказать. Лучше рассказать. Окей. Ну, чуть позже тогда. Значит, пока страдайте. Я сегодня не готов про это рассказывать толково, но в следующий раз расскажу тогда. Хорошо. Это будет, собственно, лекция, работа с файлами. Ну вот. Короче, мы открываем очередной файл. И поскольку 3 дескриптора у нас заняты, нулевой, первый и второй, ничего удивительного, что у нас открывается файл, соответствующий третьему дескриптору. Мы смотрим его всякие права. Мы что-то делаем с разделяемой памятью. Вот. Мы открываем, собственно, библиотеку Lipsy. Помните, я говорил, что, скорее всего, наша программа будет собрана с библиотекой Lipsy. Lipsy – это дополнительные всякие действия, которые должен выполнять, должно выполнять наша программа при работе с, ну, при запуске. Вот оно и открывает Lipsy. Дальше оттуда что-то читает прямо из библиотеки Lipsy. То есть, видимо, читает ту самую функцию, которую будет выполнять. Вот. Код этой функции. Еще читает, еще читает, много читает. Вот. А дальше начинаются какие-то штуки. Да? Какие-то системные вызовы, смысл которых мы даже сейчас не понимаем. Защита памяти. Еще одна защита на этот раз от многоотредного режима. Вот. И в самом-самом конце системный вызов, который, собственно, который, собственно, и в который, собственно, и превращается наш printf. Это write. То бишь, запись строки в файл. Причем мы даже можем понять, что тут написано. Мы записываем строку ку-ку с переводом строки в конце в дескриптор номер 1. А дескриптор номер 1 это что? Стандартный вывод. Просто обычный стандартный вывод. Ну, собственно, и все. И дальше мы, собственно, закрываем его. Таким образом, даже простой запуск программы приводит к тому, что она довольно много дергает операционную систему. Причем по таким делам, по которым мы-то, в общем, не предполагали, что это будет происходить. Ну, хорошо, открытие библиотеки, поиск в ней и чтение из нее, это я еще мог предположить. Но какие-то огороды вокруг памяти, что-то в исполняющей системе СИ на это завязывает. Так что не такая уж простая штука этого ШСИ. Тем не менее, с нашей точки зрения, мы этого всего не видим. Это все скрыто под капотом. Что именно скрыто под капотом, мы сейчас с вами узнаем, если попробуем запустить команду из трейс на наш компилятор. Только если мы сделаем это вот так, мы увидим много экранов этих самых системных вызовов. Ну, очевидно, что много экранов. Очевидно, что компилятор довольно много делает системных вызовов для того, чтобы скомпилировать наш файл. Нас интересует что? Нас интересует, какие именно стадии и с какими именно параметрами вызывает наш компилятор, когда компилирует программу. Поэтому мы, во-первых, скажем ему, ограничимся с помощью ключика Е, ограничимся только системным вызовом EXEC-V, тот самый, как мы сейчас видели, с помощью которого запускаются другие программы. Мы подозреваем, что компилятор CC будет запускать ASM, будет запускать LD, и вот их параметры нам и нужны. Значит, мы ограничимся только... Дальше мы скажем ключ минус F, follow, чтобы нам выдавали не только те запуски, которые мы сами сделали, но если запущенная нами программа, в свою очередь, запускает еще следующую программу, то тоже, чтобы это трейсилось. Сейчас нам показалось только CC и GCC, и вот этот файл, бинарник, потом запустил все остальное. Но мы это не видим, но мы видим за то, что он запустил трех детишек, после чего остановился. Таким образом, если мы скажем минус F, мы увидим, что это были за детишки и каких программ они запускали. Тут оказалось довольно много. Что мы видим? Мы запустили компилятор CC, что привело, в свою очередь, к запуску компилятора GCC вот отсюда. Что привело, в свою очередь, к запуску вот такого бинарника, который представляет собой просто наш CC минус S большой, то есть компиляция до ассемблера. Вот, но зато ему было передано чуть менее, чем дофига параметров. Видите? Какие-то дополнительные параметры компиляции, из которых мы-то указывали только O.C и минус O, что-то там. Вот. А нет, минус O даже не указывали. Вот эти все параметры, они как бы по умолчанию. Мы их не указывали, но компилятор их подставил. Поэтому мы их выкинем, просто будем говорить, что вот можно было написать вот так вот, на самом деле. Если уж очень хотелось, можно было написать вот так. Вот. Но только вот это какая-то лишняя, минус quit. Вот. При этом, смотрите, давайте мы удалим этот файл. Да, удалим. При этом, собственно, создаться файл O.S, тот самый. Вот он. К тому же результатом мы могли бы прийти, если бы сказали вот так вот. Абсолютно к тому же. Вот. Дальше мы должны были запустить ассемблер. Давайте посмотрим, где в этой выдаче ассемблер. Развереть. А вот он. Опять-таки, видите, огромное количество параметров туда было передано. Вот это, кстати, временный файл, который был заведен для того, чтобы превратить что-то из C в ассемблер, потом из ассемблера в объектный файл. Ну, вот, из вот этих всех ключей нам интересен, на самом деле, только вот этот. Вот. Все остальные по умолчанию. Этот ключ говорит, что мы будем компилировать файл ровно под архитектуру MIPS32R2. Ну, очень хорошо. То есть мы могли бы написать вот так вот. Ас минус MIPS32R2. Что там? O.S минус O.O. Ну, и, наконец, последнее, самое страшное. О, господи. С какими ключами вызывался компоновщик? И вот тут их, извините, очень много. Я дома посидел и немножко пофильтровал их. Тут не все нужное. Например, все вот эти плагины, это все про оптимизацию, нам неинтересно. Вот. Если внимательно посмотреть, мы увидим, что здесь явно указано, какой динамик линкер используется для того, чтобы впоследствии загружать эту программу. И это важный ключ. А еще, если хорошенько поискать, мы тут увидим, что наш файл, исполняемый, собирается не из одного только нашего объектника, а еще из, сейчас найду. Где же он тут? Не вижу. А, видите, вот эту фигню. Нам не хватило, размер командной строки настолько велик, что стресс ее целиком не вывел, она гораздо больше. Окей, давайте мы тогда сделаем, где он тут, скажем ему, размер вывода не менее килобайта. О, вот это начало. А вот это конец. Вот. То есть, понятное дело, что я не смог воспроизвести вручную такую командную строку. Значит, и обратите внимание, что тут присутствует некоторое количество еще объектных файлов. Например, ЦРТ-1, ЦРТ-и, ЦРТ-бегин, ЦРТ-ен там где-то будет, я думаю. Я его не вижу, но он там есть, верьте мне. Еще, ну, короче, их там много. После долгих, после долгих, после долгих, не долгих, но, но все-таки исследований. Ох, мама, хорошо. Вот, я нарисовал вот такой файл, в котором остались только нужные параметры компоновки. И вот если мы сейчас наш файл скомпонуем с помощью вот этого скрипта, то у нас программа таки соберется. Значит, это обязательный параметр, какой динамик линкер нужен. И вот все эти объектники, все складываются вместе с нашей программой. То есть, мы можем сказать вот так вот. Ну, это я такой файл набрал, так что у вас может и не заработать. Да, O.C. Чего? O.C, конечно. Вот. Вот. Вот команда, которая в результате приводит к нужному нашему результату. Вот. Ничего удивительного, что у нас в результате получается файл, вот этот A.O, размером 16 килобайт. Туда приехал код из всех этих объектников. В каждом из них что-нибудь нужное. Старт, стоп, еще чего-то, да. Плюс мы еще, помимо всего прочего, скомпоновали наш файл с библиотекой липце, для того, чтобы ходить к функции write. Такие дела. Такой вот квест был, когда я готовился к этой лекции. Значит, как видите, если смотреть вот на это, вас охватывает уныние. Вот. Но если знать, из чего оно состоит, в частности, что вот эта вот командная строка, да, где она тут кончается, вот она. И иметь какое-то количество знаний относительно того, что здесь нужно, что не нужно, можно получить относительно уже безболезненный кусочек, который выглядит вот так. Не буду вам расписывать, для чего нужен каждый из этих файлов, просто потому, что сам до конца не помню. Ну, правда. Со всей очевидностью, вот это стандартные. А вот это архитектуры специфичные, которые предназначены именно для MIPS, то есть для MIPS с Литлэнди архитектуры, да еще и конкретно от GCC восьмой версии, да еще вот, видимо, изготовление в сборке от Altlinux. Значит, это у нас был экскурс в некоторое будущее, к которому мы еще придем, вот, и с трейсом мы еще будем пользоваться. А теперь, собственно, основная тема – это адрес. Я уже говорил, что адрес в СИ превращается просто в указатель. И что, в принципе, указатель в СИ – это и есть адрес. В отличие от большинства других языков программирования, где указатель – это такая, в общем, абстрактная сущность, которая может моделироваться с помощью адреса операционной системы, но совершенно не обязательно. Ну, например, в Pascal, да, если кто еще помнит, что такое язык программирования, в Pascal есть указатель, и, скорее всего, он будет моделироваться адресом для вашей архитектуры, но в языке Pascal не написано, что, например, их конечное число, не написан формат. Это некая абстрактная сущность, которая просто очень похожа на адрес. В стандарте языка СИ прямо и недвусмысленно написано «Указатель – это адрес». Давайте это посмотрим. Давайте с помощью нашего волшебного скрипта Compile, который нам показывает, до какого ассемблерного кода у нас компилируется наша программа. Посмотрим на вот эту программу. Я просто свалил в нее различные выделения элементов памяти. Тихо, тихо. Чтобы посмотреть, в какой ассемблерный код все это превратится. Смотрите, у нас есть глобальные переменные, которые, по моему предположению, будут лежать в секции данных. Просто типа int, дальше массив переменных типа char, инициализированный строкой. Мы с вами помним, мы уже это видели, что фактически вот такая конструкция означает просто конструкцию аскиз. Помните, в марте такая штука была? Последовательность байтов, заканчивающаяся нулевым байтом. Вот это ровно она. Вот. Массив целочисленный, инициализированный просто последовательностью целых чисел. И также локальные переменные внутри функции main, тоже, значит, целые. И указатель. Значит, если следовать логике, что указатель в C это просто адрес, какого размера, сколько байтов в памяти будет занимать переменная a? Вопрос ко всем. Допустим, что... Смотрите, значит, вопрос проще, да? Сколько байтов в памяти будет занимать переменная, ну скажем, l? Ну или n, неважно. Они обе int. Ну да, 4. Вот. Правильный ответ. Столько, какова разрядность вашей архитектуры, но не больше 4. Потому что, например, в очень-очень старых машинках они могут и 2 байта занимать. Инт бывает 2-байтовый. Вот раньше так было, сейчас вроде нет. Вот. Вопрос. Сколько байтов в памяти будет занимать указатель на целое число? Ну, сколько, сколько суток? Наверное, это тоже число. Что? Это же тоже число. Да. Ну, значит, тоже 4. Ровно 4. Это опять-таки зависит от разрядности вашей архитектуры. На 64-х разрядах архитектуры указатель будет занимать 64. Ну, в смысле, 8 байт. Вот. Но смысл именно в том, что указатель это просто адрес. Там лежит тот самый адрес, который он будет вами использовать. Кстати сказать, мне не удалось заставить компилятор C располагать секцию данных по адресу 11400, а секцию кода по адресу 40000, как это делал Марс. Вот. А он их пихает в складочку. Сначала идет секция кода, а потом тут же секция данных. Мы сейчас это увидим. Я не знаю, почему мне это не удалось. Может быть, всегда компактная модель используется. Такие дела. Вот. Значит, предположительно, я делаю предположение, что вот эти все переменные, которые глобальные, будут расположены непосредственно в памяти, в секции данных. А вот эти все переменные, которые локальные, будут расположены на стеке. Потому что они локальные. И мы знаем, что это другая стратегия размещения. Были бы тут регистровые переменные, они бы вообще лежали в регистрах. Но я не стал вам пудрить мозги регистровыми переменами, потому что у них не существует адресы, например. Вот. Давайте посмотрим в результате, что сделается. Да, ну и там всякие упражненьки. Упражненьки я потом в процессе расскажу, что они в себя означают. Compile. Что там? O.C. Вот. Напоминаю, что скрипт Compile это такой мною написанный на колени скрипт, который запускает Compile C с всевозможными упрощениями, чтобы, значит, не было, например, позиционно независимого кода. Что это такое, мы поговорим, когда дойдем до этого. Вот. Плюс вот эта вот волшебная страшная штука, собственно, дампит нам на экран содержимое ассемблера. Вот. Потом из этого содержимого ассемблера убираются непонятные нам директивы. То есть, видите, все начинающееся с точки. Ну и получается довольно такой чистенький код, который можно даже читать. И вот давайте мы его почитаем. Что у нас лежит в секции Data? Секция Data. Вот она. У нас лежит аскиз. Ну или аски, вот тут аскиз не используется, он просто в конце ноль приписывается. У нас лежит строка, заканчивающаяся нулем с надписью TheString. И она не имеет нормальной метки, потому что у нас написано что? У нас в коде написано вот так. Понятное дело, что если у нас написано вот так, то мы должны где-то в памяти положить TheString, а потом где-то инициализировать переменную STR адресом этого TheString. Мы это еще увидим. А вот когда у нас написано, что массив содержит такие-то байты, сам массив можно вполне инициализировать этой строкой, что, собственно, нам компиляторы делает. Массив STR. Вот. Ой, нет, все интереснее. А, это не массив STR, извините, это переменная STR. Собственно, да, да, да. Это переменная STR, в которой содержится вот этот TheString. Еще раз, что содержится в переменной STR? Адрес. Адрес, да, совершенно справедливо. Адрес того места, где у нас лежит TheString 0. Совершенно справедливо. Вот. Символный array Car. Символный array Car, поскольку это просто массив, то он просто ссылается на ASCII otherString. То есть, имена массивов в C, это просто метки. Вот те самые метки, которые мы использовали с вами в ассемблере. Вот ровно один в один, да. Мы написали массив CAR, это инициализируется строкой otherString. Ассемблер написал массив CAR, инициализируется строкой otherString. Та же самая штука с массивами целочисленными. Вот у нас массив array. Где он тут? Array, инициализированный. А вот и он. Array. И пошли в слова. Word, 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 Word. Все тупо. Вот. Значит, таким образом, когда люди программируют на C, иногда создается впечатление, что вот между этой строчкой и вот этой строчкой разницы нет. На самом деле есть. И разница очень существенная. Здесь дополнительно заводится один элемент в памяти, внутри которого кладется вот такая строка. Здесь же у нас сразу в памяти лежит эта строка, и мы к ней обращаемся по имени. Вот и все. Ну вот. Ну, заодно продемонстрировал синтаксис инициализации переменных, в смысле массивов. Я думаю, что все это знают или, по крайней мере, могут посмотреть в нужном месте. Насколько вы помните, вот это все, это инициализация кадра. Тут еще кто-то нам вставил защиту стека, хотя я вроде ее выключал. Ну ладно. Инициализация кадра. Теперь, значит, локальные переменные L и A. Поскольку для них не нужно заводить место в памяти, они, суть, просто ссылки относительно фрейма нашего. То, естественно, операция описания ни во что не превращается, а вот эта операция присваивания уже во что-то превращается. Ну, собственно, что мы делаем? Мы берем, загружаем в регистр, между прочим, АТ, тот самый временный регистр, который всегда для временных вещей используется. Нет, это не АТ, это Т0, да? Доллар 2. Мы загружаем туда единичку, а потом эту единичку складываем по смещению 36 от ФП. Что это означает? Это операция L равно 1. Берем единичку и запихиваем ее от смещения ФП. А смещение ФП соответствует, 36 соответствует, собственно, переменной L локальной. Вот. Дальше написано N равно вот этой всей фигне. Значит, это что? Это операция L равно L. Что мы делаем? Мы ходим к L. Забываем, кстати, что вся эта штука лежала во втором регистре, потому что оптимизации у нас никакой. Ходим к L, забираем оттуда значение, кладем его во второй регистр, а потом складываем его по адресу N. N, напоминаю, у нас глобальная переменная. Вот она. Где она? Где она? Не вижу. А, нет. Должна быть где-то. Что-то я ее не вижу. Это не она. Это ее отсутствие. Сейчас. Она должна быть вот в этой колонке. Возможно, я случайно отфильтровал. Давайте попробуем. Давайте попробуем вот так сделать. Что там? О.С. Так. Ну и где? Че? Че? Че я делал не так? А, не О.С, а О.С, извините. Не понимаю. Я не понимаю, где здесь адрес N. А, вот. А, вот. А, вот. Тут какая-то неизвестная мне директива, которая говорит, заведи-ка, пожалуйста, мне... Заведи-ка мне, пожалуйста, переменную N с шириной 4. Неприятно. Ну ладно. Вот это похоже описание переменной N. А, слушайте, а давайте иноциализируем, тогда все будет хорошо. Смотрите. Если мы напишем вот так вот, все должно быть сразу лучше. Ну-ка. Ура! Все. Вот. Просто компилятор обленился и сказал, поскольку вы переменную не инициализируете, то вот она там где-то в памяти будет называться N. А если мы ее инициализируем, то прямо написано N, вот, вот, сто пятьсот. Все хорошо. Вот. Значит, это что касаемо работы с значениями глобальными и локальными. Значит, локальные значения лежат на стеке, и смещение относительно фрейма является их уникальным идентификатором. А глобальные значения, вот они просто по лейблу, мы к ним ходим и все. А где помните смещение? Его вычислил компилятор и просто каждый раз вставляет как магическое число. Нигде не написано, что это переменная L. Это в мозгу компилятора написано. Ему не нужно знать. У него это в табличке есть, а дальше... Это же мы с вами такие любопытные читаем этот код. На самом деле никто его никогда не читает. Вот. Никто, кроме программы AS, которая дальше ее компилирует из ассамблера в объект. Вот. Значит, а дальше интересные штуки. Вот, например, как положить в переменную A, которая есть адрес? Адрес переменной L. Ну как? Надо вычислить адрес переменной L. Как мы это делаем? Ну поскольку адрес переменной L это смещение относительно фреймпойнтера на 36, надо сложить одно с другим и положить это в A. Собственно, что мы и делаем. Складываем, кладем. Как положить по адресу, который сейчас лежит в A, семерку? Кстати, это куда у нас семерка придет? В L. Да очень просто. Мы просто берем... Сейчас, что мы берем? Мы берем содержимое переменной A, поскольку переменная A это сдвиг на 40. Да? Дальше. Мы берем семерочку в T2 записываем. И мы складываем T2 вот сюда, в переменную. Все. Все вроде нормально. Теперь, мы с вами знаем, что array это имя массива и, стало быть, это тупо адрес. Если мы скажем, звездочка array равняется 100, в какое место попадет это 100? В нулевой элемент массива. В нулевой. Да. Да, да, да. Я тут решал ради интереса олимпиадную задачку. Эти паразиты у строителей олимпиад, ну по программированию, у них всегда индексация с единиц ведет массивов. На каком языке они программируют, есть у них индексация? На паскале? На бейсике? На бейсике? На листочках. Их было... Вот, когда я проводил олимпиады, я делал их на листочках, да. Да. А там тоже есть... А, кстати, да, на этом, на школьнице. Как она там? Ну, понятно, да. Ну, такой паскаль, переведенный на русский, там тоже с единицей. Ладно, фиг с ним. Ой, извините. Хорошо. Значит, ну в нулевой элемент, конечно, он попадет. Вот. Что, собственно, мы здесь и делаем? Смотрите. Мы говорим, сотню загрузить туда. Хорошо. А что будет, внимание, это важно, когда мы говорим загрузить пятерку во второй элемент массива? Поскольку здесь написано просто число, то наш добрый компилятор, он умеет умножать 2 на 4. Поэтому он что пишет? Он пишет, загрузить эту пятерку, ну вот сюда, по адресу array плюс 8. Обратите внимание, здесь написано 2, а здесь плюс 8. По какой причине? Тупой вопрос. Потому что размер данных равен 4 байта. Совершенно справедливо. То есть адрес арифметика fc делает то, чего мы делали в ассемблере вручную. Мы вручную умножали на 4, а здесь она прямо такое себе умножается за нас. Более того, если мы напишем вот так, адресная арифметика все еще будет в силе. Поскольку c знает, что array типа int звездочка, а не просто. Это значит, что если прибавить к int звездочку 3, то на самом деле его надо будет еще умножить на 4. Что собственно мы видим вот здесь. то есть любая операция с адресом fc, а это допустимая операция, то что вы видите, это означает взять значение по адресу array плюс 3. Любая операция с адресом fc автоматически домножается на размер того типа, на который у нас адрес ссылается. Именно поэтому тип в c называется не просто адрес, а указатель. Указатель на int, указатель на char. Разница состоит в том, что зная на какой элемент данных наш указатель указывает, c вполне может сам автоматически домножить. Это конечно большое счастье, потому что индексация элементов массива просто по номеру, вот это все. Мало кто знает, что вот такая конструкция все абсолютно легальны. Давайте мы ее посмотрим в самом файле и ужаснемся. Не слышу криков ужаса. Между тем это совершенно легальная конструкция. Почему? Ну потому что операция со скобочками это всего лишь адресная арифметика. Какая нам разница, что к чему прибавлять. Давайте посмотрим, во что это раскрывается. Я думаю, что в то же самое. Вот. Смотрите, здесь array плюс 16, и здесь array плюс 8. Я бы конечно на месте транслятора еще бы издевательски написал 16 плюс array, но чтобы всем было понятно, что тут происходит. Но нет. Такая вот странная штука. То есть на самом деле, ну то есть даже не знаю как сказать. То ли это наоборот, ну такое раскрытие черной магии, то ли наоборот нагнетание черной магии. Идея стоит в том, что нет операции индексирования все. Как в большинстве языков программирования. Это просто такой синтактический сахар над адресной арифметикой и все. Вот все эти конструкции, вот такая, вот такая и вот такая в общем-то эквивалентны. Как мы можем видеть вот по тому, какой код генерится в результате. В чем, а что эта операция делает в 4? То же самое, что array в скобочках 4. Я собственно про это. Это же просто, это же просто, это же просто такой вот ну. Я же говорю, синтактический сахар над адресной арифметикой. Все. Поскольку мы знаем тип одного из оперантов, мы знаем насколько домножать. Все, больше ничего не нужно. Так, что у нас там еще есть в этом файле? Интересное для обсуждения. А собственно больше ничего. Отсюда мораль. Помните наш исходный тезис? C это очень хороший макроассемблер. Во-первых, в нем есть макросы. Во-вторых, в нем есть арифметические выражения. В-третьих, в нем есть адресная арифметика. Причем адресная арифметика удобная для пользователя. Данные вида просто массив. Кстати сказать, мы можем массив неинициализированный сделать. Вот. Кстати, давайте сделаем, посмотрим, что получится. Скажем double, ну не знаю там, 20. Посмотрим, что там нам с FF сделается. Я его не вижу. А, ну как обычно, вот он. Помните нашу таинственную инструкцию Комуму? Который говорит, выделите мне в памяти. Пожалуйста, 160 байтов. Они будут называться FF. Такие дела. Так что, если он не инициализирован, не увидим мы ничего. Хотя, в общем, это оно же. Это тоже метка FF. Вернее, FF занимается 160 в памяти. 8 это размер одного элемента. То есть, какое выравнивание, какой alignment должен быть. Вот, когда мы не инициализировали этот самый N, у него alignment был 4. Здесь 8, потому что там данные типа double. Да, да, да. Совершенно справедливо. Такие дела. Вот. Ну, кстати, я обещал показать, что у нас используется плоская модель памяти, в которой, в смысле компактная, в которой нету отдельно сегмента кода и сегмента данных. Вот. Вот этот вот формат, процент P, означает выводить именно адрес. И мы сейчас увидим, что все адреса, кроме одного, находятся в секции 40 тысяч, сколько-то там. А один нет. Вопрос ко всем. Какой из этих адресов не находится в секции кода? Ну, в общем, вопрос тоже тупой. Вопрос, вопрос. Смешной вопрос, я понимаю, да. Миш, ну что там, кто ответ? Тебе вопрос, давай. СТ. 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 Значит, смотрите, вот эти четыре адреса, да, я утверждаю, что один из них не находится в секции кода, он находится совершенно в другом месте. Ну, ну, хорошо, не все, скажем так, тут компактная секция данных, она идет прямо за секцией кода, но все равно, да, значит, вот три из них лежат рядом, прямо друг за другом, а один из них лежит совершенно в другом месте. СТ. СТ. Очевидно, L. Да, очевидно, L. СТ. Да, а в каком месте она лежит? На стеке. На стеке. Это совершенно другой адрес. Видите, вот эти самые, вот эти вот лежат рядом, вот, у них, правда, адрес не такой, как мы привыкли в Марсе видеть, а адрес начинающий с сорок тысяч, ну, в смысле, сорок четыре нуля. Да, то есть, вот, что? А что такое? Переменная, локальная. А вот локальная переменная лежит на стеке, причем там, где надо, начиная с адреса 7f, сколько-то там, ну, короче, вот сверху, у нас стек, как вы помните, растет сверху. Вот она, L, выделенная на стеке, все остальные выделены в обычной памяти. Надо было еще услышать это. Значит, поскольку мы это говорили, ну, слушайте повнимательнее. Хорошо, значит, бла-бла-бла-бла-бла, что-то еще хотел рассказать сегодня. А, да, конечно, конечно. Значит, поскольку у нас тема адресации и адресная арифметика, адресная арифметика работает также и в случае составных данных. Если, допустим, мы создаем структурку, вот такую, вот она. Ну, это простейшая структурка, в которой три поля, два целых и одно вещественное. Вот. И хотим... Все знают, что такое структурки? Или тоже нужно объяснять? Сказали все. Были? Были. Хорошо. Да, да, конечно. Конечно. Ну, короче, повторите это, пожалуйста. Повторите, да. Значит, обратите внимание на две вещи, связанные со структурами. Сейчас мы это посмотрим. Первая вещь, что мы можем создавать, например, массив, состоящий из такого рода элементов. Какой размер будет у этой структурки? А фиг его знает. Давайте напечатаем. Print size. Ну, print f, естественно, f. структурки. Струк по-моему, это так пишется. Могу ошибиться, кстати. А там пришел, струк струк? Ну, да. Вот он. А, ну вы хотите сказать, что там может быть просто струк? Я не знаю. Давайте проверим. Не, я правильно написал. Смотрите, что такое стракт? Стракт – это ключевое слово, которое говорит, что дальше будет идти составной тип данных. Это его ярлык. Нового типа мы не описали. Мы описали только новый вид структуры. Если вы хотите написать тип, который бы соответствовал структуре стру, вы так и пишите. Тайпдев, трали-мали. Про тайпдев сейчас говорить не будем. Это немножко другое. То есть теперь, после того, как мы определили вот такую структуру, мы всегда так и пишем стракт стру. Собственно, давайте запустим это. 16 байтов занимает наша стракт стру. Это, понятное дело, 4 байта А, 4 байта Б и 8 байтов F. Всего 16. А вот если я напишу вот так, вот, например, сколько будет занимать наша структурка? Кажется, тоже 16. А я думаю, что нет. Давайте проверим. И давайте потом посмотрим, почему. Я могу ошибиться. 24. Объяснить явление. Почему в одном порядке это занимает 16 байтов, а в другом 24? Это слово мы уже говорили сегодня. Причем по-русски и по-английски. Это слово alignment, оно же выравнивание. У нас архитектура MIPS и большинство архитектур, нет, не большинство, но часть архитектуры устроены таким образом, что данные, размер которых красен N, не могут лежать с адреса некратного N. Помните, в MIPS мы не можем положить машинное слово по адресу кратного не менее чем 4. А двойное машинное слово, а у нас переменные типа double занимают ровно двойное машинное слово. Это по адресу кратному 8. Поэтому в такой структуре у нас будет 4 байта на A, потом 4 байта дырочка до адреса кратного 8, потом double и потом еще 4 байта. Получается 20. А потом видимо еще. Не знаю. То есть оно берет самое большое? Возможно, да. Возможно, поскольку, возможно, вы правы. Возможно, оно делает alignment на тот размер, который красен наиболее толстым. Не знаю. Да, я не знаю. Ну, давайте посмотрим, в конце концов. Кто нам мешает сделать вот так вот и посмотреть, во что это все у нас превращается? Так. Ничего, он их просто посчитал, зараза. Мы не видим внутренний... А, alignment 8 как раз там поставили. Где, где, где? А, alignment 8. Да. А, ну то есть да. Да, да. Вот alignment 8, все правильно. Тогда все честно. Так и есть. Так что вы были правы. Но, наверное, просто так. Конечно. Вот. Значит, теперь смотрите, как происходит адресная арифметика такого размера. Да, очень просто она происходит. Мы берем, вот, например, нам нужно вот здесь вот написать вот такую штуку, да. Дальше мы берем из переменной i, загружаем размерчик. Вот это, конечно, клево. Вот. А, вот это еще клевше. А, нет, почему? Это умножить на 2. Это умножить на 2. А вот это умножить на сколько? На 8, да. На 2 и на 8 как раз 16. Интересно, почему оно так делает? А, потому что это поле. Смотрите, что мы делаем. Мы берем адрес. Дальше. Какая-то сложная штука. Ну, конечно, не надо, но понять, почему он так делает, хочется. Документация. А, нет, смотрите. Нет, он здесь, он потом добавляет, да. Что бы я делал, да? Я бы что брал? Я брал бы общий размер. Домножал бы на вот этот индекс. Вот. А тут он даже не домножает, он делает SLL. А потом бы прибавлял бы смещение. К смещению он прибавляет в самом конце. Вот оно. Прибавлял бы смещение и на этом бы заканчивал. А тут, видите, какая-то хитрая хитрость. Ну, ладно. Не буду вас путать, потому что действительно это как-то... Главное, что в результате такие умножения на 16 происходят. Ладно. Будем довольны этим. Так, 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 так. Ну, кстати, мы встретились с прекрасной конструкцией сайзов. Сайзов, несмотря на то, что он выглядит как функция. Это не функция. Это такая штука чуть ли не при процессора. Давайте посмотрим. Нет, я думаю, что не при процессора все-таки. Нет, не при процессора. Это такая штука компилятора, которая уже на уровне превращения в асэндер превращается в нужный размер. То есть, когда мы здесь пишем сайзов, в действительности... В действительности, вот в этом, когда мы вот здесь вот-вот... Тут прям пишется 24. Это и есть тот самый сайзов. Такие дела. Это что касаемо адресации сложных типов. Что-то у меня было на случай, если я успею еще... Это я сказал, это я сказал. О, массивы... Давайте мы ради эксперимента сделаем то, чего делать не рекомендуется. А именно... Сделаем какой-нибудь... Ну, тут вот... Кстати, такой способ описания мейна тоже валидный. Если вы вообще не хотите ничего не вводить, не вводить, не статус возвращать. Просто вот на скорую руку написать мейн. Ну, допустим... Значит, что мы сделали? Мы, в общем, сделали довольно примитивную вещь. Значит, мы завели нечто, что, по нашим прикидкам, должно превратиться в локальный массив. Вот. Ваши прогнозы. Вот этот локальный массив на уж не знаю сколько там элементов, 12, будет где расположен? В оперативной памяти, в смысле, в сегменте данных или в стеке? Очевидно, в стеке. В стеке. В стеке. Давайте проверим это. Да. А вот и нет. Сейчас посмотрим. Возможно, все еще хуже, чем мы думали. Все еще хуже. В оперативной памяти компилятор был вынужден разместить вот этот константный массив со временной меткой, которым я его буду инициализировать. То есть, вот это расположено на стеке данных. Ого, господи, в ходе данных. А сам массив расположен таки в стеке. И вот этот кусочек кода, вот этот кусочек кода, призван его инициализировать. Смотрите, что мы делаем. Мы берем, вычисляем смещение относительно старта, в данном случае 16, фреймпойнтера. Загружаем второй адрес, это вот эту вот всю фигню. И в конце концов вызываем функцию mem.cpy, которая копирует память из одно место в другое. То есть мы что делаем? Мы заполняем массив на стеке 44. Да. Да. Потому что он должен быть локальным. Отсюда мораль. Не создавайте массивов на стеке. Они тяжелые, жрут много памяти. Если вы там создадите мегабайт, у вас будет мегабайт на стеке. А вы же можете написать что-нибудь вот такое, понимаете? Вы же можете написать не вот так вот. А вот так вот. Вот. Кстати, это во фрейм не полезет. Я не знаю, что он сейчас сделает вообще. Он не стал ругаться мне? Нет, ругаться не стал. Вот очень толерантный язык программирования. Захотел, получил. Вы это написали? Окей, вы так и хотели. А как мы хотели, кстати? Видали, да, какое смещение у нас в кадре? Красиво. 100-500. Ну, 100-400. Все так. То есть у нас кадр внезапно стал... Вот. Не делайте массивов на стеке. Еще одна интересная фишка, которую я успе... Четыре минуты осталось. А, нет. Не четыре. Сколько осталось? 14 минут. А, отлично. Да. А зачем нам молок? Молок потом. Слушайте, молок может документации. Мы сейчас про адресацию говорим. А, молок, я понял. Слушайте, нет. Давайте так. Мы проводят звездочку. Поговорим отдельно в следующий раз. И тогда я про молок поговорю. Я другую фишку хочу сказать. Значит, смотрите. Надо сделать так, чтобы ты сделаешь всегда... Вот и это тоже. Давайте так сделаем. Пишем инт f1 от... Инт f2 от int a. Опишем две функции. Сейчас начнется трюк, который я боюсь при вас не выполнить, потому что я честно не помню синтаксис, который там нужен. Я хочу функции передать в функцию. Помните, как мы это делали в двух аж задачках по ассемблеру? Мы передавали функцию в сортировщик, который дальше сортировал. Вот я хочу функцию передать в функцию. Ну, хорошо. Вводит ff от int. Боюсь соврать. Тут можно скобочки не писать. Боюсь соврать. Сейчас будем документацию читать. Не помню. Мы сейчас вызваны ее. Это d только. Нет, говорит. А, господи, это не на то. Вау. Я что, без ошибки написал? Я... Вот. Смотрите. Я взял и передал адрес. Вот здесь вот. Я вот здесь вот. Я функции ff и передал адрес. Давайте это разделим на части. Напишем вот так вот. И напишем. И равняется ff от f2. А если были буквально? Ну, void же говорит. Ну, только что же вы видели, да? Ну, то есть не так. Void и int, вообще говоря, разные описания. Если вы что-то возвращаете, оно не должно быть void, да? Нет. Если бы здесь были void, да, конечно бы сработало. Просто надо было здесь вызвать void, а потом непонятно, как им пользоваться, потому что мы бы не могли его вызвать. Так. Ща. Так. Ну, и тут один. Ну, отлично. Давайте посмотрим, во что это раскладывается. Ну, в общем, не так уж страшно все. Видите, довольно много кода получилось, потому что каждая наша функция обмазана этим самым. Как это называется, господи? Прологом и эпилогом. Созданием фрейма и сбросом фрейма. То есть каждая функция, вот эта функция f2, например, вот она вся. Да? Она создает фрейм, ничего не делает, и ты вычитает единичку, сбрасывает фрейм, возвращает значение. Вот. И то же самое с функцией f1, да? Только она должна складывать единичку, где она тут. Вот, пожалуйста, прибавляет единичку. Вот. Но мне интересно, что происходит, конечно, в мейне. Где наш мейн? Вот в мейне. Мы берем... Кладем просто в а0 адрес функции f2 и говорим, дорогая функция ff, тебе тут передали адрес функции f2, иди вычисляй. Да? То есть имена функций, это просто метки, самые обычные. А? Да? Где там f2 функция, мы ее видели. Нет, раньше. Вот она. Кстати, давайте что ли напишем ради интереса. Ради интереса выведем адреса. Ну, можно даже и третью тоже. Что я в ангой, это будет 40 тысяч, сколько-то там. Что? ff существует. Да? Что? А, господи, прости. Тороплюсь. Ну, вот, видите, вот эти адреса уже очень похожи на то, что мы обычно делаем, потому что это 40 тысяч, и там вот в конце только кусочек исполняющего кода, который прилепился, когда мы компилировали. Да? То есть это прямо вот начало, начало секции, секции текст. Вот. И они там вот друг за другом явно там лежат. Одна c0, другая еc, а третья, бууу, мейн, потому что там еще что-то лежит между ними. Ну, вот такие дела. То есть, еще раз, давайте в код посмотрим. Адреса функций, это просто их имена. То есть, давай такой лейбл, самый обычный. Вот если мы хотим, например, создать... Ща. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот это я уже точно не помню, как делать. Че? А, ну, это я, конечно, просто своей питонней привычки никак не могу. Не помню. Ладно, не буду врать тогда. В следующий раз расскажу. Как сделать массив ссылок на функции? Не такая тупая конструкция, этот самый массив ссылок на функции, как кажется. Мы бы, если бы делали это на ассемблере, был бы делать как, ну, совершенно как нефиг сделать, да? А здесь мы должны сказать, должны быть компилятор C. Это массив ссылок на функции. Запомни это. Я не знаю, но я, честно, не знаю, как это сделать. Ну, и ладно, потом. Надо просто запомнить, не забыть рассказать. Так, у нас осталось всего 6 минут. Давайте о чем-нибудь таком поговорим на этот счет по поводу адресации. Вы знаете, мне кажется, что мы успеем поговорить про ВОИТ. Вот. Да. Значит, история следующая. Мы всегда знаем тип нашего указателя. Проблема состоит в том, что если мы, например, хотим, например, завести просто память для временных данных, в которых потом что-то будем хранить. По-моему, Stadelib нам еще нужен. Вот. Include. То мы не знаем, какого... Смотрите, вот, допустим, мы говорим, дорогая операционная система, выдай нам память, мы будем там хранить интеджеры. Вот. Та функция, которая выделяет нам память, она не знает, какого типа память нам нужна. Это мы сами должны ее превратить в соответствующий тип. Мы знаем, что в C есть кастинг. То есть приведение данных одного типа к другому. Вот. И мы можем написать вот так. Сейчас только вот здесь вот напишу. Вот это вот, да. Мы можем писать так. Написать int звездочка mem. И сказать mem равняется mal log log ну, скажем, от 100-500. Ну, кстати, посмотрим, что получится. О! Обратите, кстати, внимание на то, в каком месте нам выделилась память. Не там и не там. Где-то посрединке. Ну, я говорю, это компактная модель памяти, в которой мы после 40 тысяч, а это после А0 она выделяется где-то. Ну, вот. Что здесь должно нас настораживать? Нас здесь должно настораживать то, что мем у нас типа int звездочка. А mal log непонятно какого типа. Мы точно так же можем с помощью того же mal log, например, заводить и вот так вот, да. И мы увидим, что и то, и другое работает безо всяких безо всяких безо всяких безо всяких нареканий. Да? Кстати, обратите внимание, что они другие. Сейчас расскажу. И опять другие. Это адреса, которые, вообще говоря, в памяти как-то вот очень неизвестно где выделяются. Видите? Вот. Функции mal log. Это вот, мы, кстати, не проходили это, к сожалению, не успели в Марсе. Это системный вызов. Ну, оно в конце концов превращается в системный вызов по тому, чтобы выделить нам в памяти оперативный сто пятьсот байтов. Тот факт, что мы потом это преобразуем в int звездочка или в double звездочка, систему не волнует. Она сказала, вот вам сто пятьсот байтов, делайте с ними что хотите. Какого типа адрес возвращает функция mal log? Если бы она возвращала любой там int звездочка, char звездочка, неважно что, нам бы компилятор сейчас сказал, ребята, у вас слева написано int звездочка, а справа char звездочка. Вы вообще точно этого хотите? То есть толерантность синий настолько далеко простирается. То есть он бы нас предупредил хотя бы. Но он не предупреждает. Почему? Потому что есть специальный тип указателя, который называется void звездочка. То есть это указатель ни на что. И это наши проблемы, как мы будем использовать указатель ни на что. Это просто адрес. Никакого размера. Неподверженный адресной арифметики. Если вы попробуете сделать что-то с... написать, например, вот так вот, да? И написать тут что-нибудь типа, ну не знаю там. То у вас, у нас отругают. Он скажет, вы не можете взять содержимое по этому адресу, вы не знаете какого оно типа. Это только для того, чтобы каждый раз не делать кастинг, каждый раз написать вот так вот. Хотя, в принципе, я вот, например, всегда так пишу. Просто чтобы мне было... Мне только здесь не на дабл, да? Мне было удобнее. Ну вот. Кстати сказать, раз уж пошла речь про малок, чтобы мы, значит, окончательно не запутались. Всякую память, которую вы выделили себе с помощью малок. Малок это выделение памяти, как вы видели в произвольном месте где-то. Да? Там каждый раз адреса новые были. Всякую память, которую вы выделили, надо удалять. Вернее, освобождать. Вот, видите, опять новые. Теперь на 7 начинаются. Каждый раз в новом месте. Смотрите. Это наводит нас на мысль, что операционная система, когда выделяет вам память с помощью малока, ведет какой-то учет. Например, по какому адресу, сколько места она вам выделила. И когда вы говорите free, она освобождает это место для того, чтобы выделить его в следующий раз. Но это уже выходит за рамки нашего разговора. Значит, у нас был разговор про указатели. Мы идем с полугруппой на семинар. Все. Если есть вопросы, задавайте. Понятно. Вопросов нет.